Всем привет! В этом видео показываю вам обзор отеля Aurora Oriental 5 звезд. Я думаю, многие туристы встречали это название в сети интернет, потому что это одна из самых бюджетных пятерок в Шарм-эль-Шейхе. Естественно, оно все это отображается на стоимости, и, как правило, этот отель стоит всегда дешевле, чем другие пятерки в Шарм-эль-Шейхе. В общем, в этом видео вы узнаете, что же прячется за этой стоимостью, и как выглядит этот отель. Погнали! Так, ребята, вот я уже на территории отеля, то есть я прошел въезд в отель. Здесь у нас, вы сейчас сразу видите, вот основное здание. Ну как основное, в принципе, как бы оно цельное, просто как-то выглядит в виде паука какого-то, ну примерно так. Значит, вход в здание сейчас вы видите справа. А вот дальше, слева, ребят, там есть спуск, и там есть бассейн, в принципе, и шезвонги. Вот в этой части я проживал в номере в этом отеле. Если успею, то покажу и ту часть. Там небольшой такой, как бы, аппендицит есть, который получается перед основной территорией отеля. Так, справа у нас ресепшн. Цветочки. Цветочки, ребят, искусственные. Ну, собственно говоря, ресепшн просторный, большой. То есть, места тут всем хватает. Как-то я, ну, особых скоплений людей при заселении, выселении не видел. И само помещение ресепшн, оно соедино с основным рестораном, с главным рестораном отеля. Тут еще есть а-ля-карт. Ну, вот примерно вот так вот выглядит этот ресторан. Внизу у нас сервируется еда, где туристы берут себе покушать. Ну, идут за столики кушать. Дальше за ресепшном у нас, ребят, справа находится лобби-бар. В принципе, это главный бар. И он открывается здесь пораньше, в 7 часов, по-моему, и до 12 часов ночи он работает. То есть, вы можете здесь выпить алкогольных, безалкогольных напитков. Есть терраса. С террасы у нас видно территорию отеля. Не всю, но частично. То есть, вот главный бассейн. Дальше за ним идет бассейн для деток. Сейчас мы пройдемся по территории, я вам это все покажу. Так, смотрите, еще есть витамин-бар. Вот такой он. Смотрите, значит, здесь этот бар идет за доплату. Это тот же бар, который находится в лобби. Так, друзья, показываю вам обзор номера в отеле Аврора Ориентал. 5 звезд. Смотрите, значит, у нас номер 4330. И поехали. Так, зашли в номер. Слева у нас санузел. Смотрите, по поводу санузла. Я не знаю, то ли его обновили, то ли привели в порядок. Но, во всяком случае, он выглядит очень хорошо. По крайней мере, в этом номере. Несколько лет назад я жил в этом отеле. Но в том номере, в котором я жил, было совсем по-другому. Итак, смотрите, значит, здесь у нас ванная и душ. Ну, естественно, туалет, умывальник. И вот такая вот косметика. Маленькое зеркало, салфетки и вот такой вот пылесос. У-у-у, будет. Короче, фен старенький. Дальше. Так, тут у нас шкаф, сейв, сейв, посмотрим, что там. За доплату, скорее всего, может быть, и не за доплату. А, не светится, может за доплату, может быть, нет. Так. И тут у нас продолжение шкафа, плечики. В общем, все стандартно. Дальше. Все электрооборудование приводится с помощью карты. Ну, ничего нового нет. Зеркало слева. И вот такой вот большой номер. Имеем две кровати раздельные. Справа у нас чайный уголок. Водичка, полтора литровая, чайник, пару чашечек, ложечка, кофе, чаек. Подставочка для чемоданов. Вот у нас такое, как бы, трюмо, зеркало. Что-то ящички непонятные. Одно название от ящика. Не знаю, что это такое. Вот здесь ящичка. Такой стульчик. Ну, выглядит неплохо, но видно, что он давно далеко не свежий. Дальше, ребят, значит, что у нас пару кресел, пепельница, столик, ночничок. И вот такой балкон. Есть пара стульев, есть пепельница, столик. Вид из балкона на соседнюю территорию отеля. Даже не на соседнюю территорию отеля, а на пустырь. Справа у нас отель. Ну, я жил, в принципе, по этой стороне, только туда, ближе к морю. Ну, если так сбоку смотреть, смотрите, значит, вон вдалеке виднеется море. Территория длинная такая. Давайте дальше немножко расскажу. Так, телевизор, ребят. Обязательно проверяем телевизор. Работай. Что-то не работаешь. Ладно, что-то разберемся. И пульт, ага, заработал. Ну, телевизор работает, все в порядке. Как бы пульт от кондиционера. Скорее всего... А, не, это не пульт от кондиционера. Это у нас пульт от DVD. Вот DVD у нас. Ладно, потом разбираться будем. И пульт от кондиционера. Ну, что у нас с кондиционером? Так. Ну, все работает. Дует. В принципе, запаха никакого нету от кондиционера. Ну, и по дверям, смотрите, вот такая вот защелочка. Смотрите, значит, по поводу качества номера, ребят. Ну, тут номер у нас вообще как бы идеальный для этой гостиницы. Потому что, в принципе, как бы я жил уже в этом отеле. И у нас номер был совсем другой. Ну, видно, что оно, в принципе, как бы все уже так. Некоторая мебель выглядит достаточно в таком глубоком возрасте. Ну, все чисто. Чисто, как бы, кровать. Ну, в принципе, чистая кроватка. Вот. Так что... Что сказать, ребят? Я надеюсь, вам все видно. Пишите в комментариях под этим видео ваше мнение по поводу этого номера. Если вы жили в этом отеле, напишите, в каком номере вы жили и в каком номере... И в каком состоянии этот номер. Потому что, я же говорю, я жил в этом отеле, и вот у нас был, когда я жил здесь, ну, номер реально убитый. Этот по сравнению с тем, что у меня был, как бы, совсем в другом состоянии. Да, здесь видно некоторые грехи. Вот, показываю. Ну, вот какие-то там штукатурка немножко. Ну, так, оно сделано неопрятно. Просто это сделано по-египетски. Большинство эконом-отелей, как бы, в гораздо хуже состоянии. По крайней мере, номер. Ну, опять-таки, говорю, номера здесь будут разные. Однозначно, один лучше, второй хуже будет. Но, в принципе, из того, что я увидел, это достаточно хороший номер для этого отеля. А вы напишите все ваши отзывы в комментариях под этим видео. Так, ребят, вот я спустился вниз. Вышел на территорию отеля. Дальше показываю территорию отеля. Ну, смотрите, газоны здесь ухоженные. То есть, здесь, в принципе, много зелени. То есть, и пальмы, и деревья, и кактусы, еще какие-то там растения есть. То есть, ну, в общем, зеленью вопросов тут нету. Это все ухаживается за всем этим. Вот наш бассейн главный. Глубина метр сорок. Есть вот такая одна горка. Примитивная. Работает по расписанию. Идем дальше. Смотрите, значит, шезлонги и зонтики. Ну, все, ребят, в очень-очень таком вот стареньком состоянии. Надеюсь, вам все видно. Вот они, шезлонги. Вообще, я тут был в этом отеле несколько лет назад. В принципе, с того момента ничего не изменилось. Идем к маленькому бассейну. Детскому, вернее, бассейну. Сейчас вам его покажу. Так, смотрите, сразу говорю, что именно эти бассейны, они зимой не подогреваются. Именно эти. Там есть дальше бассейн, в котором работает подогрев. Так, смотрите, глубина сорок пять сантиметров детского бассейна. И вот у нас рядышком с этим бассейном главным есть бар у бассейна. Идем дальше по территории отеля Aurora Oriental. В сторону пляжа. Сейчас вам покажу все, что есть еще здесь, в этом отеле. Ну, опять, смотрите, вот, в принципе, есть красивое дерево с желтенькими цветочками. Дальше с розовыми цветочками. Справа, кстати, там, по-моему, поинтереснее. Немножко красивее даже есть места, где можно сделать классные фотки для ваших соцсетей. Давайте пройдемся. Сейчас вам покажу еще кое-что. То есть, ну, с территорией, как бы, вот, видно, что именно за растениями на территории ухаживает персонал. То есть, все здесь, как бы, красиво выглядит с растениями. Ну, для Египта, вроде бы, Египет, но здесь, в этом плане, проблем нет. Сейчас вам покажу. Тут, наверное, когда-то была ленивая речка, либо еще что-то в этом роде. Может быть, тут что-то пекло, водичка. Может, это было все красиво. Но сейчас здесь все сухо. И выглядит это таким вот образом, ребят. Ну, в принципе, отель очень-очень эконом, даже, наверное, мегаэкономный. Поэтому тут такая ситуация с вот этой речкой, наверное, которая должна была быть речкой. Так, идем дальше. Значит, справа у нас находится амфитеатр. Там, типа, проводится анимация. Ну, анимация, я на нее не ходил. Вечером я проходил, там для деток что-то делали. То есть, там с детками танцевали. Ну, собственно говоря, ну, вообще я удивлен, что даже это есть. Видимо, сейчас отель загружен. И какая-то анимация проводится для деток. Для взрослых, да и для взрослых что-то там проводится. Анимационная команда бегала. Когда мы сидели в баре, в лобби, то зазывали там на какой-то шоу-тайм. Ну, я туда не ходил. Я не думаю, что там что-то интересное. Так, вот мы дошли уже до Kids Club. Он находится за амфитеатром. Здесь есть пара горок. Вон, самолет какой-то. Ну, тоже все примитивно. Как бы, вообще, Kids Club сейчас закрыт. Что-то внутри я вам не покажу. Ну, не думаю, что там что-то есть интересное. То есть, однозначно с детьми в этом отеле ну, отдыхать я не вижу смысла. И здесь, возле Kids Club у нас есть еще один бассейн. Тут есть бар, но, по-моему, здесь только безалкогольные напитки. Кстати, еще раз говорю, именно этот бассейн, он с подогревом. Но подогрев включается, когда уже холодно. И вот он, бар. То есть, безалкогольные напитки вы здесь попить можете. А насчет алкогольных, ну, сомневаюсь. По-моему, здесь нет алкогольных напитков. Значит, глубина этого бассейна 160 сантиметров. И, еще раз напоминаю, он подогревается. Шезлонги тоже все старенькие, но они есть. И зонтики тоже есть. Так, дальше мы уже почти подошли к пляжу. Кстати, в самом низу есть такие вот домики. Смотрите, как они выглядят. Вот. Это, по-моему, не номерной фонд отеля. Во всяком случае, раньше это так было. Да и сейчас, я думаю, это тоже так есть. Скорее всего, там, ну, не скорее всего, в общем, это чьи-то виллы. Поэтому сюда заселиться у вас не получится. Вот там они частные. И отель сюда у вас, конечно же, не поселят. Это для тех туристов, которые хотят жить возле пляжной линии. Потому что сам корпус находится в начале отеля. И до моря, до пляжа от отеля, по территории отеля нужно идти примерно, ну, около 300 метров. Опять, вот видите, деревья поливают, газоны стригут. Ну, следят за растениями в этом отеле. Вот за растениями следят. За остальным, ребят, просто, как бы, не знаю, ну, у меня нет слов, чтобы объяснить вам состояние отеля. И, ну, не сказать, что здесь все плохо. Ну, не то, что плохо. Он просто старый. Вот старый и по зданиям, вот, ну, ничего, как бы, особо не делается. Единственное, что, смотрите, я вам показывал видеообзор. Номер отеля. Вот номер у нас был хороший. Так вот, мы уже пришли на пляж отеля Аврора Ориентал. Сразу перед входом у нас пункт обмена выдачи полотенец пляжных. Слева, ребята, у нас есть бар. Пляж работает, так, работает он с 10, по-моему, до 17.00. Ну, ребят, и вот он весь этот пляж отеля Аврора Ориентал. Он просторный. Шезлонгов, зонтиков тут, по-моему, хватает. Никогда не видел, чтобы кому-то не хватало. Значит, понтон. Они используют один понтон вместе с отелем Coral Sea Waterworld. Понтон примерно, ну, наверное, метров 300, где-то так вот. Значит, с берега можно зайти. В принципе, здесь песчаный заход, песчаногалечный заход. Он идет примерно пункт. Дальше там есть кораллы, однозначно дальше. Босиком там ходить нечего. То есть обязательно нужно использовать обувь кораллки, либо специальную обувь, чтобы было все в порядке и вы не поранили свои ножки. Значит, пляжная линия, еще раз говорю, здесь у нас буквально, ну, один метр идет вот такой вот коралловой корки. Видите? Вот. То есть местами она есть, местами ее нету. Ну, даже если пройтись по ней, дискомфорта какого-то критического здесь нету. То есть переступили и пошли, заходите в море. Если с берега, то, ну, там, метров 15 там заходить, то можно, в принципе, и зайти босиком. Хотя даже с берега я не рекомендую заходить без кораллов. Хоть здесь и песчано-галечное покрытие пляжа. Вот. Потому что в воде могут быть там кто-то коралл мог выкинуть, кто-то еще что-то мог выкинуть, кто-то дежи могут быть, но дежи возле берега самого не встречаются, они там дальше. Вот. Ну и всякая другая живность, которая есть в Красном море. Тут показываю вам небольшой фрагмент подводного мира отеля Аврора Ориентал. А вот уже более детально, как здесь все выглядит под водой, какой спуск с пирса в водичку. То есть это все я покажу в отдельном видео, потому что это видео получилось и так слишком длинным. А там я покажу уже более детально всю информацию, чтобы вы все понимали. Кому это подходит, а кому не подходит. Ребят, все, за пляж рассказал, давайте поехали дальше. Так, ребят, и смотрите еще, что я вам не сказал, за шезлонги и зонтики на пляже Аврора Ориентал. Их тут пару видов. Получается, у нас есть пластиковые, обычные, просто пластиковые, белые. Кстати, за то время, когда я здесь последний раз был, по-моему, они не изменились. И деревянные. На деревянных у нас мягкие матрасы. Собственно говоря, как бы пластиковые. Ну, я не скажу, что они новые. Им как минимум несколько лет, два-три года. Ну, выглядят они все в хорошем состоянии. Вот так вот. Эстетический вид приятный. А вот деревянные, ну, уже старенькие, конечно, но зато на них есть именно мягенькие матрасы. Так что тут уже вам выбирать, что вам комфортнее, что вам больше нравится. Так, ребят, ну и давайте подобьем итоги. Расставим все точки над И. Что здесь хорошего, что здесь нехорошего. Наверное, начнем с нехорошего, потому что за хорошее я не знаю, что вам рассказать. Вот первое, что. Самый большой минус отеля это его здание, помещение. Вот они просто не в ухоженном состоянии. Здесь вот именно центральный корпус, не центральный корпус, а вот помещение, где находится холл. Я не знаю, его нужно полностью снести. Вот с рестораном вместе, вот снести это все полностью, построить новое. И тогда что-то будет более-менее. Номерной фонд. Ну, опять, я вам показал, у нас был отличный номер для этого отеля. Это очень отличный номер, ребят. А есть номера и в более убитом состоянии. Это однозначно, это Египет, тем более один из самых экономных отелей. Дальше, ребят, что еще? В принципе, как бы, наверное, ну вот они самые основные минуса, которые именно зависят от отеля. Остальные минусы, они косвенные, имеется в виду, отель расположен в Напке, здесь ветерок, то есть зимой тут будет холодно. Дальше. Собственно говоря, как бы, вот, ввиду того, что, ну, в принципе, мне еще не понравилось питание. Питание в плане чего? Его количество. Достаточно, да, ребят, его тут очень много. вот, ну как, очень много, много. Но, учитывая, какое здесь все состояние ресторана, состояние, как бы, там, где это все готовят, ну, честно говоря, просто не хочется кушать. Вот, просто так вот. Я вам рассказываю все, как есть. Ребят, чтобы у вас была самая объективная информация. Кстати, если вы здесь проживали, то обязательно напишите в комментариях, когда вы здесь отдыхали и что вам понравилось, ребят, что вам не понравилось. Кстати, вот еще показываю вам тот аппендицит, за который я вам говорил в начале видео, ребят. Значит, тут у нас еще один бассейн, ну, есть шезлонги, в принципе, даже видел, что там в баре кто-то был из персонала, я думаю, что-то там может какие-то безалкогольные напитки тоже наливают и возле этого бассейна. Что касательно плюсов, ребят, то для себя я, ну, лично не увидел плюсов, за исключением вот какой есть плюс. Отель расположен рядом с дискотекой Hard Rock Cafe в Нарке. То есть, если вы хотите тусить вечером на достаточно неплохой дискотеке, вот, в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, то, может быть, это, наверное, такой вот единственный плюс, который я вижу в этом отеле. Ну, и частично номера, частично, потому что, еще раз говорю, вот у нас номер был отличный, для этого отеля он отличный, плюс, если сравнить с некоторыми другими отелями, он тоже очень в хорошем состоянии, но именно в этой ценовой категории, ребят, не путайте, что такое, там есть другие отели, начиная, там, к примеру, от джазов, от султанов, то есть, это, ну, явно не уровень, номер, отелем этого уровня, что я вам только что рассказал, там, джазом, султаном, и еще другим остальным отелем, то есть, именно для эконом-эконом-класса, вот, номер в этом отеле, именно у нас, который попался, он был хороший, но есть номера и поубитий, собственно говоря, вот, ну, как-то так, ребят, сложно вам что-то рассказать позитивное про этот отель, потому что, я же говорю, именно, вот, вы приезжаете на All Inclusive, то есть, чтобы было что покушать, покушать есть что, но его не хочется кушать из-за просто состояния ресторана, как бы, вот, как-то так, ребят, то есть, я видел много отелей, других эконом-уровня, ну, четверок, допустим, они в гораздо лучшем состоянии, вот, в гораздо лучшем, по сравнению с этой пятеркой, и стоят еще дешевле, ребят, ну, не гонитесь за этой табличкой пять звезд, не всегда эти пять звезд могут быть хорошие, выберите хорошую и качественную четверку, тем более, что она может даже по стоимости быть немножко ниже, она может быть на второй линии, четверка, но, к примеру, это Аврора Ориентал, она на первой линии, но по территории идти 300 метров, к примеру, за территорией Аврора есть другие отели, вот, если в другой части посмотреть, то там четверка находится вот сразу через дорогу, параллельно, то есть, условно говоря, до моря идти, как по территории этой пятерки, ну, как-то так, ребят, в общем, если вы здесь отдыхали, напишите в комментариях, когда вы здесь отдыхали, зимой, летом, весной, осенью, как здесь вам было, ветрено, не ветрено, что вам понравилось, что вам не понравилось, обязательно напишите в комментариях, я почитаю это, если есть вопросы, задавайте, ребят, я тоже почитаю, и постараюсь вам ответить, подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления новых видео, смотрите обзоры, ребят, и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями, пока-пока.